Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Значит, друзья, мне народ пишет, пытаются сделать оплату откуда-то из Канады, из Франции, пока мы не отладили эту систему, нет пока возможности напрямую из-за рубежа по понятным причинам оплатить. Поэтому что можно в этом случае сделать? Нужно найти кого-то, кто находится в России, какого-нибудь родственника или знакомого, который сделает оплату за вас. Пока другой возможности нет. Ну или ждите, пока что-то изменится каким-то образом, ситуация, и можно будет оплатить, и идите на какой-то следующий курс. То есть тоже никакой проблемы в этом не вижу. Значит, какое-то время мы будем учить только тех студентов, которые находятся по эту сторону железного занавеса. Так, понимаете, у меня вообще стратегия такая sales resistance. Я никого не уговариваю, никого не заставляю, никого не создаю эмоционального перепада для того, чтобы как можно больше людей пришло. Наоборот, я считаю, что пусть лучше 10 человек не попадут в мастерскую, чем туда попадет один человек, который туда попасть не должен. То есть люди в мастерской должны быть высоко мотивированы, чтобы мне не приходилось бегать и за каждым заставлять домашние задания сдать. Поэтому если возникло какое-то препятствие при оплате, ну отлично, супер. Если вы действительно хотите в мастерскую, вы найдете способ это препятствие преодолеть. И до вас люди преодолевали эти препятствия, и после вас люди преодолевали эти препятствия. Так что нет никакой проблемы в этом. И когда мы начинали, в 2014-2015 году вообще не было возможности, например, из-за рубежа оплатить ничего. Находили люди какие-то способы. Поэтому я думаю, что и в этот раз найдете. Ну а если не найдете, значит кто-то другой займет ваше место в мастерской тоже. Никакой проблемы в этом я не вижу. Окей, идем дальше. Сегодня у нас восьмое занятие нашей самодисциплины. Сейчас я давайте размещу необходимую информацию. Сделаю в закреп. И мы начнем. Что, подтормаживает? Висим. Да, кто-то говорит, что плод висит. Ну, висит, сейчас отвиснет. Окей, значит, сегодня мы будем говорить о тайм-менеджменте. Сегодня мы будем говорить о планировании дня. Друзья, я знаю, что не все из вас здесь впервые. Есть люди, которые уже раньше проходили этот тренинг. Кто из вас знает, кому из вас знакома система блочного планирования времени? Сразу хочу сказать, что вот эта система, которую я сегодня вам буду давать, это чисто мое ноу-хау. Насколько мне известно, никто именно такую систему планирования дня не практикует. Нигде я, во всяком случае, ее не читал, не видел, не читал. И она работает, на мой взгляд, очень неплохо. Именно для творческих людей. Именно для тех, особенно для тех людей, которым, например, надо совмещать творчество и какую-то работу на работе. Вот есть люди, да, которые знакомы. Я ее там, ну каждый год я ее даю здесь на самодисциплине, так точно. Я, скажем так, с одной стороны, люблю тайм-менеджмент, да, и всегда с интересом отношусь к темам, связанным с тайм-менеджментом. И в свое время, когда я впервые прочитал книгу «Тайм-драйв» Архангельского, она на меня произвела очень мощное впечатление. Маленькая такая книжечка. Глеб сам довольно интересный дядька, он был у меня на подкасте, тоже можете найти эфир, посмотреть. И он сделал там в соавторстве еще... Ольга, Ольга, а вот фамилию я не помню. Мы с ней тоже где-то здесь в контакте переписывались. Они сделали очень классную книгу про финансовую самодисциплину. Одну из лучших, а может быть и лучшую книгу по финансовой самодисциплине, которую я читал. Не помню, как она называется. По-моему, денежный драйв или финансовый драйв, как-то так. И после того, как... Ну, я всегда все изучаю фундаментально, да, после того, как я прочитал Глеба Архангельского, я, естественно, прочитал книгу Гранина «Это удивительная жизнь». По-моему, удивительная или «Это замечательная жизнь» про академика любящего. И там тоже у меня большие вопросы, на самом деле, и к его методологии, и к его результатам. И я дошел в итоге до Лиги Время, читал там труды 20-х годов, когда очень серьезно там наши ребята занимались. Председателем Лиги Время был Ленин. То есть понятно, что он был таким формальным председателем, да, но, тем не менее, на очень высоком уровне занимались вот этой повышением продуктивности труда. Да, вот, дошел до Тейлора, до трудов Тейлора, и потом вернулся обратно и понял, что все-таки вот эта система тайм-менеджмента традиционного, это система управления временем индустриальной эпохи, да, то есть это система управления временем, то есть эта система работает для менеджера, для людей, которые вовлечены в некий большой сложный производственный процесс. И, соответственно, задача человека в этом большом и сложном процессе найти время и своим задачам соответствовать. У нас с вами эпоха постиндустриальная, да, и очень многие вещи, очень многие проблемы возникают из-за того, что мы, живя в постиндустриальную эпоху, практикуем привычки индустриальной эпохи, и поэтому, да, и из-за этого у нас возникают очень многие проблемы, да, то есть человек даже и не понимает, почему так, но вот все же этому учат, да, но вот почему-то я это делаю, и у меня получается плохо. И я искал какую-то другую систему, потому что я понимал, что здесь все работает немножко по-другому. Почему? Потому что, когда ты пишешь большой текст, да, ну, во-первых, надо понимать, что, еще раз я подчеркиваю, это очень важно, что разные тексты пишутся по-разному, и вполне может быть, что вы, если вы драматург, да, театральный, вы пишете текст, да, вот сам процесс написания текста занимает у вас 4 дня в год, да, то есть вы год варите, а потом за 4 дня вы выплескиваете текст. Если вы пишете, например, сериалы, да, и вам надо, там, мешок текста выдать за определенное время, естественно, вы пишете по-другому. Если вы пишете романы, да, то же самое, вы пишете по-другому. И сегодня я буду говорить как раз вот об этой системе, да, когда вы должны выдавать определенное количество текста в течение длительного времени. Кроме того, эта система позволяет без особого перенапряжения, без выгорания работать над двумя-тремя проектами. А если вы сценарист, для вас это производственная необходимость. То есть если вы работаете только над одним проектом, это значит, что вы большую часть времени будете сидеть без работы. Да, потому что проекты начинаются, запускаются, останавливаются, да, внезапно снова запускаются, да, то есть это движение такое идет рывками, непостоянно. Вот, и если вы на одном проекте сидите, да, вы можете, например, там, 10 месяцев сидеть без дела, а 2 месяца очень интенсивно работать. Вот, соответственно, а эти 10 месяцев, да, вы их не можете предсказать, когда они начнутся, когда они закончатся. Соответственно, нужно иметь другие проекты параллельно, которые вы будете совмещать с основным проектом. И эта система, опять же, она позволяет это делать. И, да, еще важно то, что для творческого человека, для него, у него время, оно как бы такое нарезано, как сэндвич, да, то есть у него день, весь день подчинен вот тому одному или двум часам в течение дня, когда он занимается творчеством, а все остальное обслуживает этот кусочек времени. Это тоже очень важно, и это ни в какой другой деятельности такого нет, да, например, в предпринимательской такой истории нет. И вот искал я такую систему, и никак вот ничто не срасталось, и вот однажды я на одном курсе услышал про систему блочного планирования Дэна Салливана. Дэн Салливан – это такой американский коуч, он неплохой, небезынтересный дядька, и я его, еще одну его технику вам дам послезавтра на последнем занятии. Вот, что он предложил? Он предложил технику блочного планирования дней для предпринимателей. Что имеется в виду, да, то есть опять же, она направлена на разрушение вот этого индустриального подхода, да, то есть что такое индустриальный подход? Это когда ты работаешь, да, то есть ты в понедельник у тебя начинается рабочая неделя, да, ты с понедельника по пятницу работаешь, да, субботу, воскресенье ты отдыхаешь. Вот индустриальный подход. Он предложил такую вещь сделать, да, то есть если ты предприниматель, тебе нет никакой необходимости работать по такому графику, ты сам можешь управлять своим графиком. Это, кстати, ловушка, потому что очень многие люди сами собой управлять не могут, то есть как только их выдергивают из этого графика, который им давали, да, у них сразу же, ну если сегодня понедельник, а мне на работу идти не надо, зачем мне работать? Это как будто бы выходной такой, да, то есть человеку очень сложно себя собрать и начать работать, и очень многие люди, кстати говоря, скажем, которые много работали на работе и потом перешли на фриланс, они разрушают свои карьеры именно тем, что не могут заставить, просто не могут заставить себя собрать и заставить себя работать. И вот случай с предпринимателем. Он предлагает делать три вида дней, да, то есть первый день это дни концентрированной деятельности, да, когда ты садишься и в течение какого-то там определенного периода, это день, два, три, да, несколько дней, концентрированно занимаешься одним каким-то проектом, да, например, надо сделать сайт, и ты садишься, и ты полностью занимаешься только сайтом, то есть ты не встаешь, пока у тебя нет сайта, да, или, например, нужно написать программу курса, да, если инфобизнесом занимаешься, опять же, садишься и только программой занимаешься, пока программа не написана, ты больше не занимаешься ничем. Дальше, следующий вид дней, да, это дни, когда ты отдыхаешь, да, и, соответственно, у тебя ты либо интенсивно работаешь, ты либо отдыхаешь, да, набираешься энергии. И когда ты отдыхаешь, ты не занимаешься никакой другой работой. И между ними ты ставишь буферные дни. Вот эта идея буферных дней, она мне очень понравилась, да, то есть ты не просто работаешь, 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 потом падаешь и ничего не делаешь. И во время буферных дней ты занимаешься доделками и коммуникацией, да, то есть если тебе надо, допустим, вот ты там запустил проект и дальше тебе надо там что-то допилить, что-то докрутить, с людьми связаться, там еще что-то, это уже не требует никакого особого напряжения, да, и внимания. Но делать это надо, да, то есть оно само себя не сделает. Вот для этого ты делаешь один или два буферных дня между днями работы и днями отдыха. И в итоге получается так, что ты можешь, например, там два дня интенсивно работать, два дня буферных или там три дня интенсивно работать, три дня буферных или два дня буферных и три дня отдыхать. Это дает и полноту жизни необычайную, да, и это дает, да, то есть ты интенсивными вот этими погружениями ты очень быстро делаешь. Большие проекты. Это хорошо работает для предпринимателей. То есть, если вы именно предпринимательской деятельностью работаете, для сценарной работы это не очень подходит. Именно в силу вот этой концентрированности. Но опять же, если у вас ваш проект это, например, театральная драматургия, то вполне может быть такое. Погружаетесь на три дня, три дня занимаетесь только написанием пьесы. Написали в буферный день, отредактировали, разослали ее и дальше три дня отдыхаете на лыжах катаетесь. Тоже может такое быть. Насколько это понятно? Вот эта система блочного планирования дней. Дэна Салева. Или если непонятно, то задайте вопросы. Еще раз. Важно вот что. Что любое, что я вам рассказываю, любая техника, любая методология, она всегда для чего-то. То есть, это не какие-то вещи, которые подойдут вообще всем и каждому и так далее, каждой к любой ситуации. То есть, каждый инструмент, он пригоден к чему-то. Если вы, например, вот эту систему такого блочного планирования дней попробуете к воинской службе применить, то не получится. Потому что, скажем, в воинской службе вы по большей части себе не принадлежите. То есть, вам что скомандовали, то вы и делаете. У вас есть просто время службы, да, вот вы заступили и все, и дальше вы себе не принадлежите. То же самое, кстати, та же самая система армейская, по сути, да, она внедрена на предприятиях промышленных. Вот. И может получаться такое у вас, например, да, блоки в масштабах года, да. То есть, если вы работаете вахтенным методом, да, например, вы проезжаете и полгода вы там спите по два часа, да. Да, то есть, трубопровод какой-нибудь там прокладываете, да, делаете что-то. Или там рекламную кампанию, да, как пиарщики. Приехал, полгода работаешь, делаешь человеку выборы, да, там не спишь ночей. И потом выходишь через буферный блок, да, через буферные несколько дней и дальше занимаетесь несколько месяцев отдыхом. Такое тоже может быть. Теперь, как это работает в течение дня. Я приведу пример такого блочного планирования, да, то есть, по графику, по расписанию. Там есть несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание. Как тестировать, сколько дней на что тратить. Надо, то есть, теоретически предположить, сколько это будет занимать, вы не можете, да. То есть, вы можете только попробовав, да, поставив задачу, добившись ее выполнения, да, и посмотрев, сколько у вас это времени заняло. Да, то есть, только практическими измерениями. И дальше я советую всегда время планировать в два раза больше на задачу. То есть, если вы, например, знаете, что вы это делаете за 4 дня, значит, планируйте 8. Ставьте 8. То есть, если вы можете серию сериала написать за неделю, всегда планируйте 2 недели. Если вы этого не делаете, то вы обязательно рано или поздно проколитесь. Рано или поздно у вас будут проблемы. Поэтому меня так возмутило, когда кто-то написал мне в комментариях, а если надо, срочно нужно что-то написать. Но вы не должны никогда оказываться в ситуации, когда вам срочно что-то надо написать. Вы просто не пишите, если вам срочно надо что-то написать. Просто не соглашайтесь на это. Вот и все. Если вам кажется, что «а если я откажусь, мне больше не предложат». А если вы сорвете дедлайн, вам предложат? Или напишите херню какую-нибудь? Наоборот, если вы жестко стоите за свои интересы, вас начинают уважать, и ваша ценность, воспринимаемая в глазах людей, которые вас нанимают, она увеличивается. Потому что я не говорю херню людям. То есть я говорю, это займет столько-то времени, это будет стоить столько-то денег, такой-то результат будет. И люди гарантированно знают, что они получат точно в срок, точно такой результат, такого качества, какое им будет нужно, и такого количества. Соответственно, моя репутация растет. Хорошо, идем дальше. Сначала я расскажу, да, там есть два варианта. Один вариант для жаворонков, и один вариант для этих самых, для сов. Если вы голубь, да, то есть если вы где-то посередине, я советую идти по графику жаворонка. Вот если вы уже открыли рот, чтобы задать вопрос, а что мне делать, если я голубь? Идти по графику жаворонка. Просто в силу того, что большая часть людей живет именно по графику жаворонка. Первое. Если вы жаворонок, да, утром проснувшись, вы выходите на пик. И первое, что мы начинаем, у нас начинается блок концентрации. То есть блок, в течение которого мы делаем то, на чем нам надо максимально сконцентрировать наши усилия. То есть это самая ценная наша работа. Коль скоро мы с вами писатели, да, значит, мы в это время пишем. Это может быть, например, там в 7 утра, подъем кто-то в 6 утра, кто-то в 5, да, там Паттерсон в 5 утра встает. Я, конечно, не сторонник такого экстремизма. Экстремизма, да, то есть, ну вот для меня, например, комфортно в 8 утра начать писать. Да, то есть если, например, там ребенок не идет в школу, да, то есть если он идет, то я еду, его отвожу в школу, и в 9 у меня начинается этот блок. Да, к 9 утра я приезжаю, и у меня начинается этот блок. Если не еду, да, то я могу там в 8, например, начать этот блок, или в 7 утра начать блок, если, например, мы в поездке где-то. Вот, дальше, смотрите, важно, мы всегда на нашем графике приколачиваем начало блока. То есть начало блока концентрации всегда начинается в одинаковое время. То есть если мы решаем для себя, что это в 8 утра, то значит это в 8 утра. Если это в 7 утра, то это в 7 утра. И мы ровно в это время этот блок начинаем. И делаем здесь самую важную нашу задачу. То есть если мы пишем сценарий, то в это время мы пишем сценарий. Если мы пишем роман, то в это время мы пишем роман. И дальше мы вычисляем, сколько нам нужно, мы определяем нашу норму, да, то, чем мы с вами весь этот курс занимаемся, да, наша задача определить норму и ее чуть-чуть уменьшить. Вот, определили норму, например, норма 2 страницы. Вы смотрите, за сколько в среднем комфортно для себя вы пишете 2 страницы. Например, час времени. То есть получается, что в принципе, если вы начинаете в 8 утра, то вы в 9 утра вы заканчиваете. Но если вы на задачу продолжительностью в час отмерите час времени, это сразу же повышает уровень стресса. Во-первых, потому что, а вдруг вы начнете писать не в 8 утра, а в 8.05 или даже в 8.02. Помните Вуди Аллен в фильме Нью-Йорк, по-моему, в фильме Манхэттен? Он в начале, они идут в кино с девушкой, да, и они приходят, и там уже начались титры. И он начинает истерить, говорит, все, я не могу, мы смотрим фильм не сначала, да, я не могу смотреть фильм не сначала. Вот, и здесь то же самое, да, то есть если вы вдруг начнете писать не в 8.00, а в 8.01, да, даже это добавит вам стресса, да, потому что вы будете думать, а вдруг мне именно этой минуты не хватит. Или, например, вы пишете, и вдруг задумались, вдруг застряли что-то, да, то есть и вдруг какая-то сцена начала, что, а, ну, неважно, Энни Холл, да, я их просто смотрел опытом там 30 фильмов подряд, Вуди Алина, поэтому они у меня в один бесконечный фильм про ненавидящего себя еврея, да, как в этом самом слились, поэтому не будем в эти детали углубляться. Так вот, значит, начинаем писать в это время, и для того, чтобы убрать стресс, мы время на эту задачу удваиваем, то есть на задачу продолжительностью 1 час мы ставим 2 часа времени, кладем. И в этом случае у нас полностью убирается стресс, у нас час времени в запасе, да, то есть даже если что-то там с утра пойдет не так, и надо будет срочно какую-то задачу выполнить, да, до написания текста у вас есть час времени в запасе. Вот, и мы начинаем, у нас здесь происходит такое соединение пространства и времени, да, мы копаем от забора и до обеда, да, то есть мы копаем с 8 утра до того, как задача будет выполнена. Да, то есть вот мы поставили себе задачу, да, и до того времени, когда вы ее выполните, вы ее делаете, потому что это самая важная ваша задача. Но из-за того, что у вас есть час времени в запас, вы гарантированно, да, за 20 часа вы эту задачу выполните. Я советую задачу выбирать именно таким образом, чтобы не больше двух часов вы занимались написанием вашего текста, потому что дальше уже начинает рассеиваться внимание. Дальше. Вот это первый блок. Приколоченное начало, да, и делаем эту задачу до того, как задача будет выполнена. Что делать, если, например, вдруг обнаружилось, что вам двух часов не хватает? А вот для этого у нас с вами есть, мы дальше ставим буферное время, да, то есть мы ставим время, которое является запасным, да, то есть у нас есть час времени на задачу, еще один час запасной, да, и после этого мы ставим еще два часа. Это два часа перерыва, да, то есть, например, с 8 до 10 мы пишем, и с 10 до 12 у нас перерыв. Для чего это надо? Во-первых, для того, чтобы отдохнуть, да, от концентрированной задачи. И если вы когда-нибудь работали на работе, может быть, вы замечали такую вещь. Вот кажется, что все работают пипец как интенсивно, но на самом деле люди садятся, делают что-то там 20-30 минут, потом встали и пошли все курить, да, встали и пошли трепаться, общаться. И на вот это трепаться общаться уходит очень много времени. И вот для того, чтобы это все нейтрализовать, да, мы все это трепаться общаться, да, мы это вывозим, для этого оставляем отдельное время, да, два часа. Что можно делать в это время? Ну, например, я занимаюсь спортом, да, то есть, я бегаю в это время. То есть, я пишу сначала, потом я бегу на пробежку, да, и два часа у меня в среднем там где-то занимает пробежку. Она чуть меньше занимает, но тоже мне надо там запасные 20 минут свободные, да, чтобы я мог там сесть чашку кофе выпить после этого. Да, свободное время. Если вдруг, да, то есть, вот у вас, вы за час не смогли написать задачу свою, да, утреннюю, за дополнительный час тоже не успели, у вас есть еще два часа запасных. То есть, вы можете отъесть у перерыва, вот у этого перерыва можете отъесть время. И уж за четыре-то часа точно уже любую задачу можно выполнить, да, и если вы не выполнили, значит, вы неправильно спланировали. Взяли задачу сильно больше, чем вы можете сделать. Соответственно, надо перепланировать. Дальше, следующий блок. Это блок коммуникации. Я советую его ставить на время с 12 до 2 часов днем. Почему? Потому что именно на это время чаще всего ставят все совещания. То есть, в любой конторе, в любой компании, если будет назначено какое-то совещание, оно будет назначено на время, там, с вероятностью 99%, на время с 12 до 2 часов. Соответственно, во всех кинокомпаниях все встречи начинаются в 12 часов, да, потому что к этому времени продюсеры продирают глаза и приезжают и редакторы, и приезжают на работу. А вы к этому времени уже все написали, да, то есть вы уже молодец. На это время я советую ставить все созвоны. То есть, если вам в течение дня по разным проектам надо сделать 12 звонков по 12 разным проектам, да, мы все 12 звонков делаем в промежутке с 12 до 2. То есть, мы не делаем, так, с утра я занимаюсь одним проектом, да, сценарием, например, и мне надо там написать сценарий, позвонить продюсеру, написать письмо в бухгалтерию, еще что-то сделать, да, по одному проекту. Потом другим проектом, там, школой, например, занимаюсь и делаю там все дела по школе, да, вечером еще там. Да, то есть не так, мы по видам деятельности блокируем, собираем в блоке задачи. То есть, с утра задачи, которые требуют концентрации, да, самая важная задача, днем все коммуникации. То есть, в это время я читаю домашки в мастерской, да, но иногда раньше начинаю, но чаще всего где-то вот плюс-минус в это время, да, то есть с утра пишу, потом пробежка, потом отвечаю на вопросы в мастерской, читаю домашки и дальше день пошел. Да, все звонки, все переписки, да, то есть до этого времени я не проверяю почту, не отвечаю на это самое, не отвечаю на вопросы в соцсетях, да, то есть все, все соцсети, все это все сюда. Это вот в блок коммуникации. Вот, и, соответственно, если, например, у вас там, как, а как совместить писательскую работу с соцсетями? Да, очень просто, вы с утра пишете, а днем занимаетесь соцсетями в блоке коммуникации. То есть все посты для соцсетей, они пишутся здесь, вы не тратите на них блок коммуникации, вы их в блоке, блок концентрации, вы их в блоке коммуникации делаете. И здесь то же самое, да, стараемся собрать на день такое количество задач, чтобы вы их могли сделать за час. И планируем два часа на это время. И точно так же, мы начинаем этот блок в 12, заканчиваем тогда, когда выполнены все задачи. То есть если они раньше выполнены, значит у вас появилось свободное время. Если позже выполнены, да, то у нас есть еще два запасных часа. Да, с двух часов до четырех. Это время обеда. Да, то есть если какие-то важные задачи не выполнены, да, значит можно пожертвовать обедом. Вот, и то же самое у вас, да, если вы не успели это сделать, значит ошибка планирована. Надо переносить на следующий день задачи. Дальше, следующий блок. Это блок, забыл, как я его назвал. Это блок рутин. Блок дел, которые мы делаем более или менее на автомате, да, которые не требуют предельной концентрации от нас. Он начинается в 4 часа дня, да, и опять же мы его планируем на 2 часа, да. В 4 часа начинаем, в 6 часов мы его должны закончить. Что здесь можно делать? Здесь можно редактировать, здесь можно заниматься ресерчем, здесь можно вести всякие деловые какие-то вещи, связанные с бухгалтерией. Условно говоря, надо написать, вот самая мной ненавидимая работа, это когда мне бухгалтерия присылает, там надо заплатить налоги за квартал, присылает там 4 платежки, и там надо в эти циферки не перепутать, да, где КБК, где этот самый ИНН, да, их надо там методично перенести в платежную ведомость, да, и отправить там перевести какие-нибудь там эти 37 рублей. Вот, вот это все в блоке рутин, да, то есть это требует концентрации, но это не требует такой же концентрации, как наша творческая работа. Дальше, следующий блок, четвертый, это блок тупки. Это блок, когда мы тупим. Он начинается в 8 часов и заканчивается в 10 вечера. Что мы делаем в блоке тупки? Во-первых, например, мы можем в этом блоке отдыхать, да, то есть если, например, все, мы все сделали, да, все нормально, в этом блоке мы отдыхаем. Что еще можно делать? В этом блоке можно делать ресерч, да, допустим, если прям времени мало, времени в обрез. Но как я советую в этом случае заниматься ресерчем? Вот если вам надо посмотреть какой-нибудь документальный фильм, его можно посмотреть в блоке тупки. Но я советую делать это максимально расслабленно, да, то есть поскольку это тупка, да, то нужно лечь на диван, обложиться конфетами, да, налить себе чайку, рядом положить кота и с полным комфортом и удовольствием, как бы сказав себе, что я не работаю, я туплю, посмотреть этот документальный фильм. Можно читать что-то, да, какие-нибудь лекции, учебники, литературу, да, в это время можно. Но опять же, мы как бы себе говорим, я не занимаюсь ресерчем, я отдыхаю, я туплю. Это время тупки. Здесь то же самое, да, мы опять же ставим себе задание, и опять же это задание должно быть выполнено, да, там, за два часа. И есть запас до 12 часов, если что-то не успели. Вот основные вот эти четыре блока. Теперь дальше, что мы с ними, что с ними, насколько понятно вот эти четыре блока, если все понятно, напишите понятно. Если что-то по планированию блоков непонятно, то задайте вопросы. Дайте, пожалуйста, технику скорочтения. Нет, не дам, Иван. Я про это уже говорил. Ребят, на этом курсе мы не будем заниматься скорочтением. Точно так же я не буду давать вам техники марафонского бега здесь. Здесь мы будем заниматься тем, чем мы должны заниматься. И к тому же технику скорочтения правильная, да, ее обучение занимает месяц. Да, то есть то, что я вам ее дам, да, основные принципы. Вы даже не поймете, что я имею в виду. Да, потому что большая часть техник скорочтения, которые дают и которым обучают, они неправильные. Да, именно поэтому они не приносят результата. Так что, окей, значит, еще раз повторяем, да, 8-0-0 начинается блок концентрации, да, он заканчивается в 10. Два часа перерыв до 12. В 12 начинается блок коммуникации, он заканчивается в 2. Перерыв с 2 до 4. В 4 часа начинается блок рутин, он заканчивается в 6. Перерыв до 8 вечера. В 8-0-0 начинается блок тупки, он заканчивается в 10. И до 12 часов перерыв. Да, то есть вы, естественно, если вы раньше ложитесь, да, то раньше. Плюс, как вы понимаете, да, это там примерный блок, вы его можете двигать легко, да, если для вас там в 7 часов комфортно начинать, просто двигайте на час, начинайте в 7. Если для вас комфортно в 9 начинать, опять же, двигайте и начинайте в 9. Он вполне рациональный, универсальный и в любой, любому, в любой деятельности, да, он именно творческий, он подходит. Дальше, если вы работаете на работе, значит, смотрите, с утра вы делаете, опять же, я работаю на работе, у меня 8 часов, я, там, интенсивная работа. Но если вы не стоите на конвейере, где вам надо, да, как Чарли Чаплин, да, в этих больших, в новых временах, да, если вы вот так вот не стоите, наверняка внутри вашего рабочего процесса, опять же, вы можете своей деятельностью как-то управлять. Я работал в свое время шеф-редактором в деловой газете «Взгляд». Это интернет-издание. Оно выходит постоянно, да, то есть там график выхода, да, от появления новости до постановки новости на сайт 20 минут. Норма, то есть у нас норма, если произошло какое-то серьезное событие, Ельцин умер, как раз во время моего дежурства, да, через 20 минут там должен быть, то есть, ну, сначала там мы сразу же новость поставили, да, естественно, через 20 минут там уже стоял большой материал на сайте о смерти Ельцин. Вот. Все очень интенсивно, но тем не менее, работая в деловой газете «Взгляд», я, во-первых, выучился во ВГИКе, да, во-вторых, я писал два сериала одновременно. Как это возможно? Очень просто. Вот, смотрите, рассказываю график. Сейчас, если мои работодатели тогдашние услышат это, они, наверное, сильно удивятся. Значит, утром я должен был встать в полшестого утра. Почему? Потому что к семи утра я должен был приехать на работу. То есть в семь часов я уже был в офисе. В семь утра я садился и читал новости. Да, то есть все англоязычные источники, где, что за ночь в мире произошло. Это занимало час. В восемь утра приезжали журналисты. Приезжали. Я им давал задания каждому. Да, и дальше они в течение часа писали тексты. И у меня было время с восьми до девяти утра, когда я писал. Мог писать сценарий. Да, то есть у меня возникала пауза, в течение которой мне, в принципе, нечего было делать. Да, то есть в обычной ситуации человек бы, не знаю, порно смотрел бы, анекдот ручитал. Да, я садился и писал свой сценарий. Дальше. В девять утра журналисты сдавали тексты. Я их читал все. И к десяти утра у нас новости появлялись на сайте. Да, обновлять. Вы все приходили на работу и видели там свежие новости. Да, дальше опять же я давал новые темы с журналистом. Смотрел, что произошло за это время. И у меня опять возникала пауза, там, с одиннадцати до двенадцати часов. И я писал второй блок работы, да. Утром пять страниц, потом около обеда еще пять страниц. Да, десять страниц сценария я писал. Потом планерка. И после этого я там часам к четырем дня в три проводил планерку. И освобождался, и ехал домой. Да, и дальше у меня было два часа, в течение которых я писал второй сериал. И к шести, по-моему, к шести тридцати я ехал во ВГИП на занятия. Вот такой график. И в таком графике я жил два года. Это, конечно, невероятно тяжело. Почему? Потому что вот этот второй вечерний блок, он у меня меня очень сильно выжигал. Вот. Но в целом, да, можно отрегулировать таким образом работу, при которой вы с утра пишете свой текст, а в блоках коммуникации и в блоке рутины занимайтесь своими задачами по вашей работе основной. И в итоге вы на хорошем счету, вам платят хорошую зарплату, и у вас еще есть время для того, чтобы работать. Дальше. Если что-то пошло не так, понятно, что мир непредсказуем, да, и может быть там все что угодно. Все может пойти не так. Смотрите, у вас, во-первых, есть двухчасовые перерывы. Да, за два часа, например, если вы живете в большом городе, как в Москве, да, за два часа можно доехать куда угодно и вернуться обратно. Да, то есть, если вы, например, там, пользуетесь общественным транспортом, да, то есть, если вы не любите стоять в пробке, у меня нет машины, и не будет машины никогда, пока я живу в Москве. Да, но я знаю, что я прыгнул в метро, от меня здесь до центра 14 минут, да, и до любого уголка Москвы я доеду за 50 минут в среднем. Соответственно, доехал, решил задачу за 20 минут и вернулся к следующему блоку. То есть, у вас возникает, вы прикрыты, да, то есть, если что-то идет не так, вы, у вас есть время для того, чтобы решить в перерыве возникшую непредсказуемую задачу. Кроме того, если вдруг случится что-то, пожар, землетрясение, да, что-то, что полностью ваш день сломает, скорее всего, это случится не в первой половине дня, да, то есть, вы успеваете с утра сделать самое главное – написать, да, и новости вы не читаете, не знаете, что в мире происходит, и только после этого вы узнаете, что произошло что-то, что требует вашего полного вмешательства, да, и дальше вы, окей, ломаете весь свой график, да, то есть, отменяете блок коммуникации, отменяете блок рутин, отменяете блок тупки и занимаетесь решением новой возникшей задачи. Но самое главное – блок концентрации, он у вас защищен. То есть, вы свои две страницы текста, вы все равно уже написали, да, и вероятность того, что что-то пойдет не так, она выше к концу дня, а у вас задачи по приоритетности, вы начинаете с самых приоритетных задач, и у вас каждая следующая задача для каждого блока, она менее приоритетна, да, и непредсказуемость дел, да, вероятность произошедшего, вероятность непредсказуемого развития дел повышается по мере того, как понижается важность ваших задач. И таким образом вы защищены от любых жизненных неприятностей. Вот этот график, он позволяет максимально гибко управлять своим временем. Плюс, за счет того, что есть вот эти двухчасовые перерывы, за счет этого у вас возникает ощущение воздуха в течение дня, да, то есть нет такого, что я проснулся с утра, и у меня 17 задач, вот сейчас я должен зайти туда, там я должен провести 7,5 минут, тут я должен провести 3,5 минуты, да, то есть нет вот такого жесткого, очень плотного графика. И не дай бог, я где-то, у меня заняло это на 2 минуты больше времени, и все, у меня весь график посыпался. Да, то есть такого нет. У вас везде после каждого дела есть вот эти буферы, эти зазоры двухчасовые, которые вам, опять же, дают возможность туда вставить какое-то непредсказуемое дело. Поэтому если у меня вдруг случается какой-то бабах, у меня сломался ноутбук, ну окей, у меня есть в запасе времени, я сажусь, еду в магазин, покупаю ноутбук себе, возвращаюсь, ставлю новый ноутбук. Да, у меня это на мой график никоим образом не влияет. Это делает, убирает стресс и делает вас защищен. И у вас возникает ощущение полноты жизни. То есть нет такого, что я как белка в колесе. Нет, я спокойно, расслаблено, да, и успеваю, и вы все будете успевать. То есть из-за того, что вы в нужное время делаете нужные дела, у вас для всего есть время, да, и вы все нужные задачи вы успеваете сделать. И у вас нет выгорания, да, у вас нет стресса, и самое главное, у вас возникает ощущение того, что вы существуете спокойно и расслаблено, да, а не ни херачки, как из ружья, да. То есть даже когда у меня там, вот сейчас, например, да, я делаю эфиры каждый день в 12 часов дня, да, в блоке коммуникации. При этом я спокоен и расслаблен, да, я замечательнейшим образом провожу эти каникулы вместе со своей семьей. Да, то есть мы там и на представление ходим, да, и там в рестораны, и гуляем, и так далее, и так далее, да, то есть я нахожу себе время. И книжки я уже там 5 книжек прочитал, да, то есть даю себе возможность расслабиться, да, то есть стресс уходит. А для творческого человека это очень важно, то есть творческий человек в стрессе работает очень плохо. Насколько это понятно? Если понятно, то напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, я готов на них отвечать. Так, да, сейчас скажу, как для Савуи. С 18 до 20 перерыв. Прекрасный лайтовый режим точно не будет грозить выгорание, при этом дело точно будет идти. Да, совершенно верно. Сколько вам тогда было лет? Мне было 32 года. Есть ли связь между производительностью, эффективностью и возрастом? Наверное, есть, потому что, ну, понятно, что, скажем, там, сейчас мне под 50, и я понимаю, что, наверное, там, какие-то способности уже начинают снижаться, да, в смысле физического, скажем, 2 литра, ну, не 2 литра, а 2 бутылки водки я уже сейчас не смогу выпить, как в молодости. Более того, я уже бокал вина выпью, и мне уже хватает. Но, тем не менее, другие, возникают другие какие-то, другие интересные эффекты, да, потому что, например, в, там, лет 30 я, там, курил 3 пачки в день, выпивал, там, и так далее, и так далее, да, не очень, там, хорошо питался, и вследствие этого, там, сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Ну, конкретно сейчас, наверное, не настолько лучше, просто потому что я еще не до конца выздоровел, да, то есть сейчас, вот, у меня, там, еще несколько дней назад была температура 38, да, и я до сих пор, там, пью таблетки, и, наверное, когда выздоровлю, буду лучше себя чувствовать, вот. А что касается способности к марафонскому усилию некоему, да, мне кажется, что оно у меня выросло сейчас, вот, то есть понятно, что тогда, в 32 года, все-таки организм был поновее и помоложе, но сейчас он более тренирован, вот, поэтому я думаю, что плюс еще виды деятельности, понимаете, здесь вот есть какая-то удивительная загадка в том, что драматургия продляет жизнь, до конца для меня непонятно, там, у меня есть несколько гипотез, почему это происходит, да, но занятие поэтическим творчеством жизнь убавляет, написание прозы, да, то есть человек не может одинаково качественно и в объеме писать прозу в 40 лет и в 80, да, например, Лев Толстой, да, посмотрите, там первый роман 4 тома написал, второй том 2, второй роман 2, третий 1, и четвертый Хаджи Мурат, да, совсем маленькая повесть, да, точно так же Шолохов, да, он 4 тома написал, 2 тома написал, да, потом 1 том написал, и потом маленький, маленький рассказ «Судьба человека», да, то есть и объем, и качество снижались неуклонно, да, то есть никто не будет спорить с тем, что «Война и мир» и «Тихий дон» это шедевры, да, а с каждой следующий текст, понятно, что для «Судьба человека» и Хаджи Мурат в абсолютных величинах это великолепные тексты, да, но мы понимаем, что для Толстого «Война и мир» несравненно выше, чем Хаджи Мурат. Для Шолохова «Тихий дон» несравненно выше, чем по художественным достоинствам, чем «Судьба человека». Вот у прозаиков так, у драматургов качество текста может расти, то есть человек может в 90 лет, да, как Бернард Шоу лучшие свои пьесы написал там, когда ему хорошо за 60 было, а когда ему было 90, он писал по 2 пьесы в год, да, и они все отличные, то есть их всех ставят много лет. Вот, то есть вид деятельности тоже от этого тоже зависит. То есть мы с вами, мы с вами занимаемся правильным делом в правильном месте, да, то есть мы с вами занимаемся драматургией, мы проживем долго, 100 лет как минимум, и в 100 лет мы будем писать точно так же классно, как и в 20. Главное обезопасить свой блок концентрации. Совершенно верно. Так, теперь если сова, если сова, все наоборот. То есть мы берем этот график и просто его переворачиваем. То есть смотрите, вы сова, вы просыпаетесь утром, вы бревно. Бревно, как может работать? Это безумие от совы ожидать, что она с утра будет вообще не то, что работать, а на ваши вопросы отвечать. Да, то есть дайте ей кофе, накройте ее пледом, вручите кота, да, и включите соцсети перед лицом вашей совы, и пусть она с утра тупит часа два, приходя в себя. Да, то есть сова начинает свой день с тупки. Если вы сова, вы обязаны с утра два часа тупить. Можете, что хотите, можете делать в это время. Можете телевизор смотреть, можете в соцсети читать. Да, любой деятельностью заниматься, которая хоть как-то вас, да, ваш теплящийся мозг потихонечку будет разогревать. Да, потом дальше, рутины, да, то есть какие-то, вот часам к 12 сова продирает глаза, и уже может что-то пошевелиться, уже может что-то, что-то поделать не очень сложное, не требующее какой-то концентрации. Вот у меня жена сова, да, она, например, там в блоке рутин может, она занимается, она ведет всю нашу дизайнерскую часть в мастерской, да, вот, например, диплом она делает, да, вот она в 12 часов может дипломы, например, делать, фамилии вставлять и отправлять дипломы нашим выпускникам. Потом дальше, в 4 часа блок коммуникации, вот к 4 часам сова уже может сделать какие-то звонки, может на какие-то письма ответить, да, уже на совещание на какое-то может пришлепать, в эфир выйти в Zoom, да, то есть уже как-то на человека становится похоже, да, уже можно людям показать нашу сову. И к вечеру только сова разгоняется и часов с 10 она уже может интенсивно работать. И, соответственно, блок концентрации у совы должен быть вечером. И этот блок должен быть защищен от детей, от сериалов, от алкоголя, да, от всего он должен быть защищен. Сове труднее, да, потому что вокруг совы жаворонки, да, и они вечером хотят посмотреть сериальчик, они хотят выпить винишко, они хотят поиграть с детьми и с вами, да, и так далее, и так далее. А вы в это время только вот начинаете вроде как работать готовы. Соответственно, да, вот сову вечером не кантовать, а она идет и трудится. Так, получается, что стабильность творческого блока позволяет оставаться в ресурсе несмотря ни на что. Да, то есть вы, во-первых, понимаете, да, что что бы там ни было, вы свои 2-3 страницы с утра написали. И вы уже молодец. Вам уже день, да, что бы там в течение дня как бы день не шел, вы уже свою главную работу сделали. Поэтому вы всегда моментально входите в поток или какое-то время занимает переключение. Для этого ритуалы, они тоже сейчас уже как бы не требуются, да, но у меня раньше был ритуал кофе. Я, ну, вернее, два ритуала. Я кормил кота и делал это только утром. и варил себе кофе в Турке. Вот для меня это был ритуал действия как бы запуска. Сейчас уже это не требуется. Я сел, включил компьютер, сажусь и начинаю писать. То есть, когда ты это делаешь там 40 лет подряд, то уже привыкаешь к этому. Эффективная система, когда работаешь на себя, особенно, когда работаешь для себя, для творческих людей это просто огонь. Да, совершенно верно. Да, для творческих людей это идеальная система. Она очень устойчивая, она очень стабильная, она понятная, то есть, не как бы, это не так, что там ты сидишь и у тебя 17 каких-то принципов, которые тебе надо выучить. Все, ты начал в такое время, закончил, когда задачи выполнены. Начал в такое время, 4 блока, запомнить несложно. Для голубя напомните режим блочного планирования. Для голубя по голуби по жаворонку. Если вы работаете на работе, то концентрация в ваш проект, а то, что вы делаете по работе, вы делаете в блоке коммуникации и в блоке рутин. Рутину, почему еще? На это время приходится второй пик у жаворонки. То есть, у жаворонки с утра большой. У нас вообще не один пик, у нас 2-3 пика. По большому счету, у жаворонки, например, с утра первый пик, второй пик где-то часа в 4 и третий пик вечером, он уже самый такой маленький, часов 8 вечера. Поэтому вы второй пик ловите как раз блоком рутин. Мне не очень нравится название рутин, в нем есть что-то скучное. Потому что это не обязательно то, что вы скучно что-то делаете. Это задачи, которые могут быть, здесь могут быть повторяющиеся задачи, которые вам надо делать каждый день. Все это можно туда согнать. Еще один момент важный. Если вы работаете над несколькими проектами, это важно, я вам об этом говорил, это одна из тех вещей, которая когда-нибудь спасет вашу карьеру. что у вас всегда должно быть минимум три проекта в работе. Но важно, чтобы, помните, я вам говорил о стадиях работы над проектом. Research, выбор проекта, research, перерыв, осмысление инсайд, работа над текстом и редактура. Важно, чтобы вы работу над этим, над разными проектами развели по разным стадиям. И тогда вы, например, по одному проекту делаете диалоги, пишете в блоке концентрации. По второму проекту вы занимаетесь, например, коммуникациями, рассылаете заявку в блоке коммуникации или делаете питчинги, рассказываете о проектах продюсера. В блоке рутин, например, редактируете написанный текст по третьему проекту. А в блоке тупка делаете research для четвертого проекта. Вот вы четыре разных проекта можете делать одновременно. Но важно, чтобы они у вас были разнесены по стадиям. Почему? Потому что, например, самая интенсивная работа это в написании диалога. И она должна быть всегда в блоке концентрации. И если, например, у вас два проекта одновременно сойдутся и нужно будет по двум проектам писать диалоги, это невероятно сложно совмещать. То есть я это делал, у меня случалось такое, но я дальше по неделям разделял. То есть я с понедельника по среду писал диалоги одной серии, одного сериала, а с четверга по воскресенье диалоги по другому проекту. Вот только так можно. Если, например, получится так, что вам в течение дня такое тоже у меня было и это там месяц я продержался, это очень тяжело. Когда вам, например, надо 10 страниц диалога по одному проекту написать и 10 страниц диалога по другому проекту. Это все. Значит, надо, ну, вы это не сможете, да, вы очень сильно, очень быстро выгорите и в этом случае надо просто сразу честно говорить продюсеру, что типа, ребят, мне нужна пролонгация. Ну, мне не хватает времени. Да, вот что хотите, делайте, режьте, увязайте гонорар, там, голову отрубайте, но мне нужен там месяц пролонгации, например. Чаще всего идут навстречу. У меня тоже такое было, когда я просил пролонгацию. Именно из-за того, что два проекта сошлись один из других. Так. Так, ох, как это бесит голубей и жаворонков. Опять же, ребят, если вы про себя это понимаете, то какой смысл беситься? Ну, вот я брюнет, да, у меня волосы черные. Ну и чё? Ну, может быть, кого-то это бесит. Молчанов, почему ты не блондин? Ну, и что делать, не идти перекрашиваться? Поэтому здесь то же самое, да, то есть вы не можете изменить свою природу, да, то есть жаворонок это не человек, который встает рано, это человек, который быстро выходит на пик продуктивности. Он всегда будет выходить на пик продуктивности быстро. что в шесть лет, что в шестьдесят. Переучить его нельзя. Точно так же, как ну, перекрасить меня можно, да, но это будут просто крашенные черные волосы. И вот у меня жена сова, я жаворонок. Опять же, мы это признаем друг у друга, да, и соответственно мы подстраиваемся, то есть друг под друга в этом смысле подстраиваемся. Наконец-то мне кто-то разрешает тупить после просыпания. Ну, это ваша, ваш долг. Если вы сова, ваш долг тупить после просыпания. Так, я сова, которая пытается отвечать на вопросы людей под чашечкой кофе. Дайте-ка я угадаю. Вас, наверное, бесят люди, когда вы отвечаете на их вопросы. И вы бесите людей по, да, отвечая на, когда отвечаете на их вопросы. Есть ли такая градация по дням недели? Смотрите, опять же, если вы занимаетесь, если вы пишете большой текст, и это единственная ваша задача, вы можете это делать без выходных. То есть, если вы пишете романы, и вы только пишете романы, можно писать вообще без выходных. если у вас есть какая-то еще работа, обязательно надо делать хотя бы один выходной в недель. Два это много, а один выходной нормальный. Для разнообразия можно опробовать режим совы, если я жаворонок, например. Вот смотрите, есть одна очень мудрая вещь, очень мудрый ответ на любой такого рода вопрос. И ответ это такой, тестировать надо. Да, то есть, если у вас что-то вызывает сомнения, ну, потестируйте, попробуйте. Важно просто, чтобы вы осознавали результат. Да, даже если я говорю что-то, да, и уверенно говорю что-то, что, ребят, делайте так, вы получите результат. И вы такие, молчанов, я тебе не верю, я сделаю по-другому. Ну, потестируйте. Сделайте действие и посмотрите, какой результат вы получите. Скорее всего, окажется, что я прав. Может, поэтому я не пью, ибо когда все пьют вечером, мне как раз не нужно это расслабление. Я наконец, совершенно верно. так, все время покусываю себя за свою утреннюю медленность. Теперь есть можно от Александра Молчанова. Но здесь не просто можно, да, здесь не просто разрешение. То есть, важно не только то, чтобы вы тупили с утра, важно то, чтобы вы свой день перенастроили так, чтобы к вечеру вы вышли на пик продуктивности и вечером написали то, что надо. То есть, если вы с утра тупите, а вечером в итоге не работаете, то это все не имеет никакого смысла. С 16 до 20 перерыв у жаворонков. Чем заниматься в это время? Чем хотите? Ну, нет такого, что каждый человек должен заниматься тем-то и тем-то в это же, в это время. Ну, чем хотите, тем и занимайтесь. С ребенком можно играть, например. Да, я, например, в это время ребенка вожу в бассейн. Если человек с детства делает все в последний момент, вдруг этот адреналин им необходим режим, таким людям не ломают жизнь. Отдельная большая тема, что это такое, да, я бы таких людей отправил бы в психотерапию. Потому что вот то, что вы говорите, да, там много разных причин, может быть, почему это все происходит, да, и надо разобраться, во-первых, из-за чего это возникает, да, какие эффекты следуют, да, и вполне может быть, да, что можно делать это каким-нибудь другим способом более эффективным. Да, например, есть люди, которые там на театре, скажем, да, режиссеры, которые со всеми ругаются, да, и для их это заряжают, да, и если кто-то им говорит, он говорит, а это мой метод такой, я так привык, мне надо, если я с утра не поругаюсь, я не могу репетицию вести, вот, дело в том, что, опять же, да, социальные нормы к этому относились нормально, да, то есть начальник должен ругаться, да, социальные нормы меняются, да, и уже это становится недопустимо во многих коллективах, да, например, там, если в театральном коллективе, да, долгое время считалось, что если женщины актрисы, да, в театре, это все гарем главного режиссера, да, сейчас это абсолютно недопустимо, да, то есть это человек просто сразу же его карьера на этом заканчивается, да, поэтому надо эти социальные нормы пересматривать, да, и вполне может быть, что режиссер может делать что-то другое, да, что будет повышать его продуктивность, но он будет обходиться без того, чтобы оскорблять людей, да, и портить отношения вокруг себя, вот, поэтому и здесь то же самое, вот это искусственное создание стресса, да, надо понять, почему, да, что это за недостаток, недостаток стресса в организме, можно ли это более экологично получить, это, там, необходимый адреналин, и так далее, то есть, скорее всего, есть какой-то способ это делать более эффективно, вот, потому что вот это все делает в последний момент, рано или поздно, рано или поздно, да, человек не успеет сделать что-то важное в последний момент и разрушить свою карьеру тем самым, поэтому, так, меня до 12 бесит все, кто открывает дверь в кабинет и что-то говорит, после двух часов легче, ну, так не, пусть не скажите, договоритесь с коллегами, что, ребят, не открывайте дверь и ничего не говорите до 12 часов, я в это время туплю, вот, опять же, это не надо демонстрацию из этого какое-то устраивать, а просто нормально по-человечески сказать, ребят, блин, я сова, мне с утра не кантовать, вот, и всегда можно договориться, всегда со всеми людьми можно договориться, просто надо договариваться, очень часто люди договориться заменяют наорать, да, то есть прийти и наорать на всех, а что вы ко мне до 12 часов приходите, нет, нормально по-человечески, чтобы люди поняли это, так, сова, которая пишет утром, непонятно, зачем вы это делаете, овральщики и плановые, смотрите, здесь то же самое, да, опять же, если, например, вам проще работать в овральном таком режиме, да, вы подготовьте все, да, уберите все помехи и концентрировано на несколько дней, сделайте проект методом погружения, если вам нужно, нужен оврал, да, вы его запланируйте и устройте его для себя, вот, если вам классно работать по 20 часов в день, так вы к этому придите в спокойном, в комфортном, все подготовлено, все расставлено, да, протянул руку, а там молоток, протянул руку, тут пила, да, то есть, все заранее подготовлено, а не так, что, где у молоток, где пила, мне срочно надо сценарий писать, да, все подготовили, и дальше сели и херачите по 20 часов в день, да, в хорошей физической форме, сытые, здоровые, отработали там несколько дней, допилили все, что надо, все, а теперь отдыхать, тоже нормально, нормально совершенно, и стресс, если вам нужно, вот вы там стресс себе получите, организуете, тоже есть, есть, есть такая штука, то есть, опять же, здесь есть люди, которым там комфортно, например, жить в режиме постоянства, да, когда каждый день одно и то же, да, и нормально, а есть люди, которым каждый день надо разнообразие, да, то есть, вам не стресс нужен, скорее всего, а нужно разнообразие, поэтому, да, тоже вполне может быть, можно так делать. Если блок концентрации бывает в утренней блоке, но бывает и хорошо заходит с 16 до 18, то все-таки какой режим больше подходит? Ребят, я откуда знаю, какой режим вам лучше подойдет? Ну, это зависит от очень многих факторов, да, в том числе от того, как устроен, как устроен ваш день, да, то есть, если, например, у вас с 16 до 18 ребенка выводят гулять, да, ваш партнер, и в это время можно писать, так, используйте это, вы учитывайте контекст вашей жизни, то есть, не подгибайте все под, да, под задачу, упражнение под решение не подгоняйте, вот, поэтому надо смотреть, смотреть, как у вас там день устроен. чаще всего, просто чаще всего, день устроен так, что утром, например, все спят, да, или утром есть там возможность там прийти на работу пораньше, в пустом кабинете поработать, утром не звонят, не имеют привычки люди звонить в 8 утра, да, то есть, в этом отношении вот это время с 8 до 10, оно более защищено от вторжения, время от 16 до 18 защитить гораздо сложнее от отвлечений, вот, поэтому в целом я, конечно, за то, чтобы блок концентрации с утра ставить, но если вдруг у вас каким-то образом ваша жизнь устроена так, что у вас именно это время защищено, и на него никто не посягает, ну, надо рассмотреть это время. Конечно, лучше с утра работать, почему, потому что вам надо, если вы жаворнок, вам надо концентрацию сохранять аж до 16 часов, то есть, вы с утра проснулись, надо писать, а вы до 4 часов держитесь, ну, это тяжело. Так, если можешь быть жаворонком, будь им, желательно, да, потому что мир, опять же, это остатки индустриального общества, да, индустриальный мир это мир жаворонков, мир, который просыпается утром рано. Хорошо, то есть, вы день нарезаете слоями, как сэндвич, да, и у вас получается не час письма, час проверки, да, а получаются как бы слои такие сквозь дни, и вы в течение, да, то есть, у вас как бы сегодняшний день письма, он у вас приплюсовывается к завтрашнему дню письма, и послезавтрашнему дню письма, а не в течение дня, да, у вас как бы время в течение дня как бы сквозь разные дни проскакивает, и это очень комфортно контролировать. Также я советую еще дополнительный момент продумать, чем занять мусорное время. Мусорное время это время, когда вы чего-то ждете, да, то есть, например, пришли куда-то, а там очередь, поехали куда-то, да, и надо там 15 минут в метро стоять. Что здесь я советую делать? Здесь надо посмотреть, на что комфортнее тратить это время, предпочтительнее читать книги, чем читать в соцсети. Но в то же время, например, для меня там поездки в метро, там и так далее, да, я в это время слушаю музыку, да, то есть я расслабляюсь. и я попробовал заменить на там, не знаю, на какие-нибудь лекции, вот, и почувствовал, что мне тяжело, я от этого устаю. То есть, вот нужно решить для себя раз и навсегда, что вы делаете в мусорное время. То есть, если у вас возникла какая-то пауза, вот, и у вас должно быть заранее занятие вот это подготовлено. И занятие, да, должна быть какая-то книга в телефоне, читалки сейчас уже мало кто пользуется, да, но я советую иметь книгу в телефоне, потому что, если нет, вы, скорее всего, потратите это время на телефон. Скорее всего, вы его потратите на соцсети. Вот, а это не очень хорошо, потому что соцсети, они отъедают вообще любое время. И если вы не подготовите, вы просто, просто отдадите это соцсетям. Дальше, следующее. Ну, в принципе, все, да, то, что я хотел вам сегодня рассказать, я рассказал, стадии творческого процесса рассказал, и мы можем переходить к хардкору. Насколько это понятна тема? Если все понятно, напишите, что все понятно, если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. То есть, да, вот пишет, это время для наблюдения, да, то есть, например, если вы сидите в метро, да, вы начинаете разглядывать людей. То есть, важно, чтобы вы знали, вы решение о том, что вы будете делать в это мусорное время, важно, чтобы вы приняли его заранее, а не в тот момент, когда это мусорное время началось. Окей, хорошо, теперь переходим к хардкору. Еще раз я напоминаю, ребят, что идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма, заявки там летят, уже больше половины мест продано, и надеюсь, мне, смотрите, мне не нужно, чтобы вы все пришли в мастерскую, да, потому что у нас идет, во-первых, курс сериала, и оттуда придет человек 20, вот, по большому счету мне надо, чтобы из вас человек 10 пришли, да, этого будет достаточно, вот, так что, а больше, для большего количества и мест уже нет, да, то есть половина занята, там половина из оставшихся придут с сериала, и вот, там, 10 мест я вам могу предложить, поэтому вот захватывайте, хватайте, вас здесь пара тысяч человек, все вы мне там не нужны, 10 человек из вас мне нужны, самые мотивированные, кто быстрее оплатит курс, окей, теперь хардкор, значит, минуты концентрации, упражнения на концентрацию, оглядываемся вокруг и ищем взглядом предметы, в которых есть непрямые искривленные линии и считаем эти предметы в течение минуты, предметы, где есть непрямые искривленные линии, минута пошла, ложатся, истинкене Спасибо. Минута прошла. Сколько таких предметов насчитали? А, вот Инга пишет, кстати, хорошее замечание. Мусорное время может быть время осознанности. Да, может быть. В том случае, опять же, если вы заранее подготовитесь к этому времени, то есть если вы для себя решите, то есть чаще всего мы трату этого мусорного времени, мы ее даже не замечаем. Да, вошли в интервью, сразу телефон достали, воткнулись в телеграм, да, и все. И 20 минут прошли, даже не заметили. Поэтому нужно заранее знать, во что вы это время инвестируете. Хорошо, есть. Теперь смотрите, задание я вам дам непростое. И мне бы хотелось, чтобы вы отнеслись к нему с доверием, за это время, я надеюсь, вы уже поняли, что я ничего не делаю случайно, да, и если я даю какие-то задания, да, это значит, что есть смысл сделать это задание. И я попрошу вас найти время в течение этих суток, найти полчаса времени, вот прям 30 минут, не меньше, можно даже таймер завести. И важно, чтобы в это время вы не слушали музыку, ничего не читали, не смотрели, ничего вокруг не было включено, да, сели, можно даже с закрытыми глазами, но тут можно заснуть просто, можно просто сидя в окно или глядя на стену, сесть и полчаса подумать о том, чего вы хотите от жизни, задайте себе такой вопрос, вот чего вы хотите от вашей жизни, и как именно вы это можете получить. И я понимаю, что вполне может быть вы скажете сейчас, да я и так знаю, я в точности знаю, что я хочу от своей жизни. Попробуйте, сделайте это. Не многие из вас это сделают, но те, кто сделают, получат очень крутые результаты. И я могу предполагать, что большинство из вас никогда этого не делало за всю свою жизнь, ни разу не садилось и не задумывалось, никто из вас всерьез не садился и не задумывался о том, чего вы хотите от жизни, не тратил на это хотя бы полчаса времени. То есть, да, вы мне скажете, да я тут только все сижу, планы черчу, нет, вот сядьте и подумайте, ничего не чертите, никакой ни блокнота не надо, ни телефона, ничего не записывайте, просто подумайте. Вот, и потом напишите, какие будут выводы, поделитесь. Каждый день этим вопросом задаюсь. То, что вы задаетесь этим вопросом, не значит, что вы сразу же получите ответ. А вы сядьте и подумайте целенаправленно. Например, причем какая методология должна быть, какие варианты есть того, что вы можете получить от жизни. Вот такой вариант может быть, вот такой, вот такой. То есть, переберите варианты. А еще какой вариант может быть? А такой вариант может быть? И потом дальше подумайте, а как вы это могли бы получить? Вот что, какое действие нужно сделать, для того, чтобы это получить? Может быть, надо учиться пойти куда-то, чему-то. Может быть, даже в нашу сценарную мастерскую. Может быть, в другой город надо переехать, или в другую страну. Может быть, другую профессию надо освоить для этого. А может быть, наоборот, надо более интенсивно делать что-то, на что вы не обращаете внимания. Может быть, отказаться от чего-то надо. Может быть, добавить что-то надо. Но самое главное, вот поймите для себя, попробуйте хотя бы раз целенаправленно подумать о том, что вы хотите. 30 минут – это очень много. Это мега много. Даже если вы там… А я 500 тренингов проходил по целеполаганию. Но, опять же, вы там делали какие-то задания, возможно. Но вот так, чтобы целенаправленно сидеть и думать, 30 минут, я уверен, что у вас такого не было. У большинства у вас не было. Хорошо. Теперь всем все понятно. Текстовое задание я размещу в описании видео. И увидимся завтра на предпоследнем занятии нашей самодисциплины. Огромное вам спасибо за обратную связь. Огромное спасибо за ваши вопросы. Мне очень это помогает. Я с огромным удовольствием вместе с вами прохожу этот тренинг. И с огромной радостью со многими из вас встречусь дальше в марте. Встречусь в сценарной мастерской. А сейчас увидимся завтра в 12.00. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok